Здравствуйте, уважаемые садоводогородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Вот если вы думаете, что это виноград, вот ничего подобного. У нас в Беларуси вот так выращивают ежевику. Отличная ежевика с очень крупными ягодами, прям вот такими вот реально здоровенными. Растет на шпалерах и дает очень-очень большой урожай. Конечно, для того, чтобы заложить промышленную посадку ежевики, а здесь она заложена бесшипами, сортами, необходима организация вот этих шпалер, капельного полива, все должно быть сделано достаточно профессионально. И здесь ежевика в полном порядке, однако при выращивании даже на таких посадках ежевики, а это то же самое касается и малины, их подстерегает одна очень серьезная опасность. Эта опасность называется пурпуровая пятнистость или дедимела, дедимеллез. Дедимела очень опасный гриб, потому что он вызывает и болезни у гороха, аскохитоз, и огурца, аскохитоз, и рак стебля томата. Это все дедимела. Как правило, дедимела на стеблях проявляется такими пурпуроватыми, с пурпуровым ореолом пятнами, которые подсыхают, распространяются, опоясывают стебли и посадки постепенно деградируют. Проезжая по посадкам малины, таких участников, ну просто у огородников, садоводов, я очень часто вижу это заболевание, этот дедимеллез. Как же его избежать? Конечно, когда мы выращиваем ремонтантную малину, мы полностью срезаем ветви и не даем распространяться инфекции, которая сохраняется на зимующих ветвях. При этом какое-то количество патогена попадает все равно в почву, и вытравить его из этой почвы какими-либо синтетическими фунгицидами или же медь содержащими препаратами не представляется никакой возможности. Один из сильнейших организмов, противоборствующих дедимеллезу, это метаризиум, такой грибочек, который одновременно защищает и малину ежевику от дедимеллеза, и картофель от черной парши, например, ну и от многих других болезней. При всем том он также очень активен, ну в первую очередь очень активен против личинок майского жука и разнообразных других почвенных вредителей. Поэтому, когда вы выращиваете, будь то ремонтантную малину, будь то обыкновенную малину, будь то ежевику, в обязательном порядке используйте такой препарат, как мозаика КМЕ, потому что он содержит в своем составе этот самый метаризиум. Одновременно он содержит баверию, которая защищает также от почвенных вредителей и от фузариума, и также он содержит очень высокоактивную триходерму. Поэтому, ну вот здесь такие большие кусты, обширные, и здесь, конечно, вот половина чайной ложечки вот сюда вот в луночку заложить, это очень-очень хорошая идея. Это будет защищать почву от того, что она станет распространителем этого заболевания на стебли. Однако, вот на таких стеблях, которые перезимовали, потому что они были уложены, а теперь их подняли и закрепили. Здесь, конечно, в прошлом году какое-то заражение могло произойти, можно там обнаруживать при обследованиях какие-то небольшие очажки, а вот участников я видел, что вот, ну, на маленьких подворьях, там бывает, что ежевика сплошь покрыта и малиной этим дидимилезом, то вот здесь, конечно, метаризиум в почву, ну, не поможет, он никак не достанет эти пятна. И эти пятна станут в течение лета источником распространения болезни по всей посадке и заражения от растающих побегов замещения. По этой причине, как только температура воздуха стабильно перевалит за 10 градусов, берите такой препарат, как антилус. Это самая мощная синая палочка, которую вы можете только найти, и обрабатывайте прямо по вот этим вот стеблям, по стволам свою ежевику и малину. И тогда вы вполне можете справиться полностью с этой болезнью. Ну, конечно, есть активные синтетические фунгициды, медь содержащими препаратами тоже можно работать. Но я, например, от синтетики отказался. Я выращиваю для себя, не на продажу. И поэтому я эти синтетические фунгициды есть не хочу. Знаете, есть множество публикаций научных о том, что, например, там в пригородах того же Шампания или каких-то регионов других Франции, где очень много выращивают винограда, там значительно выше уровень заболевания онкологическими болезнями. И это связано с очень высоким уровнем химизации этих посадок. И я совсем не хочу превращать в такую же химическую, в химическое оружие ту пищу, которую выращиваю у себя на участке. Поэтому я выбираю именно биологию. Тем более, что она очень и очень эффективна. Бывает, что гораздо даже эффективнее, нежели чем синтетические препараты. Что ж, не допустите это опасное заболевание к себе в сад. Начинайте с ним бороться уже весной. И вы одержите, обязательно одержите над ним победу. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.